Семинар рассчитан на два дня. Сегодня, в первый день с докладами о результатах работы по основным направлениям деятельности налогового ведомства, выступили руководители налоговых управлений Южного федерального округа. Сделать работу семинара дискуссионной, а не отчетно-докладной, предложил представитель Центрального аппарата Федеральной налоговой службы Данил Егоров, дабы использовать отведенное на семинар время максимально эффективно. О повышении эффективности работы налоговиков – главная тема встречи. Первое, что очень важно, что этот семинар стал площадкой для всех налоговых органов Южного федерального округа. Особый вопрос, чем мы занимаемся, это то, что мы пытаемся усилить сервисную составляющую. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы людям было комфортно платить налоги самостоятельно. И это позволит нам обращать внимание и пользоваться теми контрольными функциями, которые у нас есть, в тех местах, где есть какие-то злоупотребления. Это не только вопрос наполнения тех или иных бюджетов, это вопрос влияния на конкуренцию. Потому что когда налогоплательщик тот или иной не платит налоги, он действует неконкурентно. Он, естественно, работает в более вольготных условиях, чем тот, который законопослушан, чем тот, который выполняет все установленные законом требования. И, следовательно, именно тем, кто это выполняет, им нужно максимально образом помогать. Здесь мы пытаемся создать те или иные виды конструкторов, которые шли бы на пользу общему делу. Краснодарский край по осваиваемым инвестициям и налоговым сборам впереди всех остальных регионов Южного федерального округа. И где, как ни в Анапе, в одном из самых динамично развивающихся курортов проводить такие семинары. Южный федеральный округ по объему поступления в последний бюджет Российской Федерации занимает шестое место. Во второй день будут проведены круглые столы, на которых будут обсуждаться вопросы модернизации работы налоговых инспекций, которые, наряду с повышением качества работы с налогоплательщиками, продолжат активно развивать виртуальное налоговое пространство. Есть общая мировая концепция, что такой удаленный контакт через электронные формы, во-первых, очень серьезно снижает коррупционогенность, во-вторых, естественно, упрощает сам документооборот, ну и в конце концов нельзя добывать, знаете, такая есть направленность, зеленая составляющая. То есть мы меньше леса рубим, в конце концов, на это. Поэтому в любом случае это, конечно, комфортно и удобно, и о чем и цифры показывают. Более 70% плательщиков нам сдают в электронном виде декларации. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа. Регион.